Одна из реплик, из первых реплик, которая появилась в чате В чате на планете Охренеть! Адаптация на радио Если бы человек, который это написал, слушал свое радио периодически Ну так, в постоянном режиме То заметил бы обязательно, что адаптация, в общем-то, в постоянной ротации на своем радио Более того, весь этот рейв сейчас идет в эфире в качестве премьеры Причем достаточно плотно и качественно, как все у группы адаптации Ермин Анти, вокал, гитара Здравствуй Здравствуй, Семен Чего ж ты так замер-то, дорогой мой Кстати, адаптация сейчас в абсолютно фантастическом составе, друзья мои Я с замиранием сердца представляю всех остальных музыкантов И очень прошу хотя бы раз за эфир подойти к микрофону, поздороваться Вадим Курылев, гитара Добрый вечер! Не-не-не, ну это не серьезно Ну подойди к микрофону, пожалуйста Вот, теперь Добрый вечер, друзья Вот, теперь ты звучишь Звучишь как нужно На бас-гитаре Сергей Буренков К микрофону, пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер Ну единственный человек, кому не надо никуда ходить У него свой собственный микрофон Поверни чуть левее Левее, выше Тяни к себе Да, это он, ты понимаешь Похож ведь на микрофон-то Это вот Михаил Нефедов Здравствуйте Здравствуй, дорогой Как скромно Он об этом сказал Ну вот, собственно И это есть группа адаптации Сегодня здесь новая программа И мы безмерно рады Тому, что ребята смогли К нам забежать Поиграть Посмотрев друг к другу Приподними очки немножко Друг к другу в глаза В глаза, да Посмотрев друг к другу в глаза Я сразу сообщаю Как с нами связываться На всякий случай Если вдруг у вас возникнет Такое желание 46-47 Это короткий номер Для смс-сообщений Пишите свои Пробельчик Потом уже дальше Все ваши вопросы Эмоции, впечатления Делитесь Официальная группа ВКонтакте Там все просто Там уже анонс давно выложен В самом анонсе Название коллектива Выделено синем Это значит активная ссылка Кликаете И оказываетесь у них в сообществе Где, кстати, сразу Я уже вижу Тур, который прописан Ну, в общем Если вы заинтересуетесь То было бы здорово Если бы стали участниками Этого сообщества Можно отписываться Тут же под фотографией Что касаемо видео То зайдите, пожалуйста На сайт своего радио Своерадио.фм Сверху вы обнаружите плеер В котором слева В плеере онлайн-аудио Справа онлайн-видео Кликая на кнопку Онлайн-видео Вы оказываетесь В картинке Картинку нам представляет Планета.ру Ну, и там же, собственно На этом сайте На этом портале Под самим изображением Под картинкой есть чат Куда также можно писать Все, что вы хотите И, понятное дело Я буду это все Старательно зачитывать Если что-то любопытное попадется Все, это все О контактах с нами О коннекте Теперь давайте по делу, друзья мои Что касаемо новой Как называлась первая песня? Первая песня Называлась Лето любви Она открывает Наш последний На данный момент Альбом Тринадцатый Я посчитал Тринадцатый, да Альбом Цинга Цинга И сегодня все песни Будут из этого альбома Мы сыграем Не, мы сыграем весь альбом Весь альбом Да Ну, а старенькие Проверенные Забойные хиты Под конец Под конец То есть ты сейчас Хорошая Да-да-да Напоследок Вишенку потом уже С тортика То есть ты сейчас Вынуждаешь аудиторию Так сказать Дождаться все-таки Конца Не уходить никуда Конечно Это правильно Это правильно Но я уверен Что и песни С альбомом Цинга Зацепят обязательно Просто потому Что Песни замечательные Я могу сказать Что для меня был выбор Причем сложный выбор Что ставить премьеры Думаю Цингу нет Весь этот рейв нет Да что ж В итоге знаешь Как бывает Плюнул на палец Поднял в небо Вот куда подуло Думаю ладно Вот он подул в сторону рейва Поставлю я в премьеру На сей раз Весь этот рейв Хотя весь альбом Достоин того Чтобы звучать Ну просто В постоянном режиме Это тебе комплимент сделал Спасибо Пожалуйста Ну надеялся Что он так поймет Пока не объяснил Павел Ступников пишет Вот это звук Как на студийной записи По качеству Звукорежиссер Сегодня работающий За пультом Наш штатный звукорежиссер Михаил Шкаренков Овации Аплодисменты А Павлу хочу сообщить Он судя по всему Непостоянный наш слушатель Пять раз в неделю Программа Живые в эфире Абсолютно разные группы Абсолютно разные С стили Жанры и направления А со звуком Всегда исключительно хорошо Мы собственно говоря На этом и стоим Рекомендуем вам Почаще к нам захаживать Давайте ребята Что-нибудь еще сыграем Слово и дело Следующая песня Как всегда Живой звук В программе Живые Напомню здесь сегодня Адаптация Давай 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 Ладно извини давай Давай Слово и дело Товарищ Коменданты Коменданты Слово и дело Что-то пели про перемены Ты веришь в частную жизнь Я знаю то, что мы беззащитны Когда докончится фильм Нас по экрану размажут Петры смотри Батальоны идут на убой Эволюция требует жертв Так на лицах спущай Ведь севарь Отражается ужас времен Мы растаем как правильный снег И оставив приметы следов Я рисунка крыляет влюбленных Слово и дело Товарищ Праздники Праздники Выдак лезть срок Плачет Европа во сне Алой зарею пылает Восток города Лес разбоны Все же везде Все одно и то же мир мал Нам не стать моложе Реальность просроченной сней Давай Давай На последний Бессмысленный Боль Католитский Отчаянный Мрак Наполняет С тобою Пилат И народы Срываются Смет Часовые На пышках И спят И терпеть Это боль До утра Горизот не обманет Влюбленных ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Играет музыка Причем с совершенно невозмутимым лицом Даже без эмоций он это делает Гениальный совершенно человек Вообще состав гениальный, я вам скажу И что касаемо вопросов Олег Каральник написал мысль Которая, собственно, наверняка у многих И у меня тоже Я даже не знаю, что тут сегодня люди будут спрашивать Хочется написать 1500 сообщений Но ни одного вопроса не придумывается Хочется пожелать этой группе долгих плодотворных Летворческого развития Здоровья, сил душевных Больше добавить ничего не могу Ну вот, понимаешь, какая штука Действительно эмоциональный заряд огромный Вот человек написал здесь Еще другой человек, сейчас я прочитаю сообщение Прежде чем я к нему подойду Я передам свои эмоции Вы открывали программу «Живые» на нашем радио Когда мы стартовали там Вот человек пишет, что год назад Нифига, два Почти два года назад Время летит настолько незаметно Что, в принципе, даже и возразить-то нечего Человек написал, Антон Штамберг Почти год назад открывали программу «Живые» на нашем радио Столько всего за год пишет, что он изменилось И у группы, и у программы ожидают очень интересных эфиров Два года Время летит настолько незаметно Что, знаешь, как чужие дети быстро растут Своих как-то не замечаешь Вот что за эти два года произошло? Кроме того, что записан альбом Замечательный Что еще? Очень много Во-первых, мы Были какие-то перемены в составе Было написано много новых песен Которые составили этот альбом Плюс ко всему, что в конце прошлого года Был распущен актюбинский состав группы И деятельность адаптации была перенесена в Санкт-Петербург Вот человек и спрашивает по этому поводу Перебрался в Питер уже основатель? Нет, зачем? Я же в Питер перебрался играть рок-н-ролл А не заниматься там бытовыми вещами Чтоб находить там, у меня семья, дети Поэтому мне проще сесть в поезд или самолет И приехать в Питер на пару недель На выходные домой Да, да Сюда как на работу в Питер катаешься Ну, в смысле, не сюда, а в Питер Круто Привет Ермену из Актабе С наступающим праздником на Урыс Всего Светлого Дениса Бучербер Денис, тебе тоже привет А ответь, как положено Ну, как вот На Урыс Мирану Кутеболсон Прелесть какая Замечательно Я надеюсь, Денис Бучер все понял Я ничего не понял, но мне понравилось Это было право С праздником весны я его поздравил Вот, я понимаю Это группа, о которой любые слова излишни Самые главные слова в песнях Ермена Просто хочу сказать спасибо, что вы есть Крой Линзонтрут пишет, например И таких, я уверен, сегодня людей будет огромное количество Так вот, я начал говорить, что начали мы с вас Там, на той радиостанции И для нас это было, ну, мало того, что честь Мало того, что удовольствие Еще и вот для меня было удивительное открытие Когда человек, я сейчас говорю о слушателе Не готов к тому, чтобы воспринимать что-то для себя Возможно новое И возможно необычное, неожиданное Он почему-то винит в этом других Не себя То есть он-то прав Его-то позиция единственная верная А вот то, что он слышит, наверняка Знаешь, как Мне очень нравятся в кавычках люди, которые пишут Всем мужчинам это не нравится Все, когда хочется спросить Ты что, общался со всеми мужчинами, чтобы знать, да? Ну, вот как это Всем нам это не нравится Я же тогда для себя Вот, начав там программу И начав ее именно с группы адаптации Я для себя тогда понял Что тащить в свою религию всех нельзя Нужно просто сказать людям Простые, добротные такие Главное, на голубом глазу, на чистом глазу слова Твоя религия замечательная Моя, своя Нравится, будь рядом Не нравится, иди А вот тут уже можно не эфирные слова Я уверен Только так, чтобы не в эфире В прямую И какая бы ни была у человека религия Если он человек с мозгами, он это поймет Если без мозгов, то будет доказывать Вот в этом и проблема Мы часто чего-то кому-то доказываем Чего никогда не делает Ермян Анти Вот я знаю точно, что ты даже не пытаешься Никому доказывать Ничего И не пытаешься Абсолютно, да Я не люблю доказывать, спорить Ты делаешь что-то? Что мне надо сказать Я говорю в песнях Так Люди могут прийти на концерт Увидеть Это более В энергетическом таком контексте Как это должно звучать Если для кого-то недостаточно Там прочитать текст Или послушать песню Там с диска Вот концерт Это действо Где уже окончательно Там сто процентов Сто пятьдесят То, чего Я хотел бы донести Вот и здесь Попытаешься донести Конечно Сейчас будет следующая песня Я как раз настраиваюсь Вот хорошо Я понял, что ты готовишься к этому Ты готовишься Кстати, тут у Вадика спрашивают Кто-то, не помню кто Просто видел сообщение А Курилев, он вообще играет Во всех протестных группах В принципиально Или нет? Человек подметил Что-то Где Курилев, там явно протест Нет, ну тут же Ермен Анти Его зовут А, ну сам Бог велел Сам Бог велел, действительно Там, где Анти Там и Курилев 46-47 Это короткий номер Для смс Сейчас прочитаю сообщение А после этого споем что-нибудь Добрый вечер всем Адаптацию слушаю давно уже Узнал о группе Благодаря своей подруге Из Волгограда Тогда еще музыку Переписывали с кассеты на кассету Первое, что я услышал Был акустический альбом Ермена Зона бесконечного конфликта Сразу зацепили текст И исполнение А вернее сказать Потрясли А когда послушал альбом Джуд Пропало окончательно Хочу поблагодарить Ермена За то, что уже много лет Радует своим творчеством Остается верным себе Было приятно Принять участие В создании нового альбома Видимо Краудфайдинги Успехов в дальнейшем Юля Нестерова Из Красноярска Вот По-моему Добрые слова Добрые, Юль Спасибо Пора спеть Что это будет? Песня Заглавная песня альбома Цинга Как всегда Живые В программе Живые Здесь сегодня адаптация Со своей новой программой Новым альбомом Цинга Поехали Добрые, весть из горбатых окраин Горький сушняк этих дней Вдруг детство устало Уехал в Израиль Он был, как и я Жил обек Без корней Невозвращенцы Орденоносцы Апостолы Внутри их дел С вами господь И авианосцы Знали тоска От боглинных дел Стенка на стенку Правда на правду Бизнес Времен Гражданской визни У проституток Протестная масса У бацетистов Мокрые Смес Левые, правые, черные, белые Мир это просто большая империя Деньги и власть Диктатура закона Земля не планета Красная зона Живут по понятиям Дети и взрослые У настоящего есть только прошлое Ждет перемен И не дрожим нах Сталина Мне все равно Когда руснет здание Путь закопают Ленина Стофе в кремлевской стены Рухнут оковы времени И на смену козлам Придут мудаки Сынка Сынка Железная логика Здравого смысла Твоя поэзия Грустного города По выходным Самоуничтожения Получает свою Дозу с города Нам некуда терться Из данного детства Деньги Когда нет И жизнь неинтересна Матроски на стенах Пишут но в плюсе Россия Продинция Все в одной куче Глаженые верят Последнее шоу Стоют из макива Жалевший дол Жейный джон Абрамы Баны Все те кто не смог Да ползти до нирваны СНГА 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 Ну вот как было выбрать Сложный был для меня вопрос На самом деле Чего выбрать Для премьеры Но Ну вы поймете все Я сейчас обращаюсь к аудитории Поймете насколько Роскошный альбом получился Друзья мои Кое что почитаю сейчас Потому что народ пишет Как-то неудобно Обходить стороной То что люди пишут Кстати был вопрос Что у тебя с гитарой Человек говорит Что никогда такой не видел По-моему Гитара фендер ягуар Фендер ягуар По-моему Не такой редкий инструмент Ведь нет Не редкий же Не очень Ну вот Еще он спрашивал У басиста Играет ли он все время Вот этот человек который Как у Михаил Захаров Всегда играет медиатором Или все таки пальцами тоже Нет я В этой группе Да Иди к микрофону В этой группе Да Попросили играть с медиатором Попросили Ну могу сыграть и с лэпом Я понял Есть вещи которые нужно делать только руками Я понимаю К басисту лучше не обращаться Я понимаю Он готов отвечать на любой вопрос Шучу Ну я не знаю почему Человеку это интересно Видимо музыкант Который заинтересован в том Чтобы как-то развиваться Расти Спрашивает про гитару Спрашивает про то Как ты играешь Круть спасибо Отвечает Ну в общем все ясно Он понял что тут В общем вопросов больше задавать Не надо Человек играет так Как хочет играть То медиатором Когда попросит То пальцами Концерты Это тоже нужно сейчас озвучить Мне кажется Очень важно это будет Ближайший концерт в Москве Когда? Завтра же? Завтра да Завтра в 20.00 В клубе Шоколадная фабрика Состоится Московская презентация Альбома Цинга Мы всех ждем Приходите И 21.00 На следующий день Будет в Питере В клубе Мани Хани Тоже 8 вечера Давай еще раз повторить Чтобы вы сейчас Завтра в Москве В клубе Шоколадная фабрика Послезавтра В Санкт-Петербурге В клубе Мани Хани Начало в 20.00 Все я надеюсь Что все услышали Елизавета Коновалова пишет Привет вам из Донецка Спасибо за песню Мой город будет стоять Да действительно Есть Однозначно Есть перекличка С тем что Происходит там И с тем О чем ты спел В этой песне Парни привет Арцалон с вами Слушаем с удовольствием Ждем в Питере Никита Круглов Никита Будем через пару дней Я удивлюсь Если Бронемир не отпишет Он сейчас правда в туре По-моему Или где-то он тусит Но надеюсь Отпишется и Броник тоже Почему-то в этом Практически уверен На каких педалях Играет Курай Лев Боже мой Слушай Вот когда В студию приходят Роскошные музыканты Все те кто помоложе Дико интересуются всем Что касается Инструментов И звукоизвлечений Есть какие-то особые педали На которых ты играешь Скажем Нет Все обычные педали Все обычные педали Димка Димка Мали Педали как педали Вадик вообще не любит На педалях играть Он как-то все настроен Он играет в бомбиках Это я его попросил Чтоб он в адаптации Играл на педалях А так он их не использует Никогда Да Зато Сейчас что-то там Воевал с Маршалом Что ты в него стучал-то Грифом Вот этот звук Который ты извлекал Не получилось? Получилось Получилось Но я слышал Что вроде получилось Все как надо 4647 Напомню вам Это смс номер Смс портал Когда ожидать выхода Винила И какой это будет альбом А что собираешься Винил выпускать? Да Издательство Выргород Планирует издать Альбом Цинга на виниле Сейчас у них какие-то Переговоры идут Но я думаю Мы анонсируем Как будет только Какая-то конкретика Появится А ты дань моде Или Просто ты действительно Считаешь Для кого-то Наверное дань моде Но я не переставал Собирать пластинки Как с восьмого класса Стал их покупать Так и все время И с европейских гастролей Всегда привожу Там пачками Эти пластинки Для меня То есть это не мода То есть тебе проигрыватель есть? Конечно С алмазной головкой Небось? Да нет С нормальной Простой головкой Просто я помню Как мы гонялись За алмазными иголками Не, а сейчас технологии пошли дальше Сейчас все головки хорошие То есть уже можно Любой покупать? Я все думаю У нас есть пара Виниловых пластинок дома Я все думаю На чем их слушать Надо же купить Какой-то приличный Проигрыватель Раньше знал Конечно Когда я ими пользуюсь Сейчас уже не знаю Что хорошее Что плавает Порекомендуешь потом? Да я не настолько маньяк Винилового звука Мне просто нравится сам процесс Держать пластинку в руках И слушать А я не зарубаюсь Чтобы там специально покупать Какую-то иглу Какие-то колонки У меня звучит дома хорошо Я и слушаю Вот молодец Такой точный ответ Можно ожидать только От человека С расстановкой внутренней А кстати Твои внутренние расстановки Имея ввиду Установки И расстановки по жизни Знаешь как Психологи говорят Надо пройти Целый Период расстановок Как семейных Так и психологических Твои внутренние расстановки Тебе говорят сейчас О том Что время творчества Нынче Или время Время кидать камни Или время собирать камни Собирать Вот сейчас как раз То самое время Собираем Да Отлично Отлично Но это всех касается Или только тебя И группы адаптации Мне кажется Вот нас четверых В данный момент касаются То есть я Сейчас химический процесс Происходит Мы играем вместе Где-то неделю Да ладно Серьезно Вот мы в первые концерты Неделю назад мы играли И поэтому То что сейчас Это еще Такой Раньше журнал был хороший Под названием Химия и жизнь То что с нами сейчас происходит Это есть химия и жизнь Я думаю Через месяца два Уже будет более Такой конкретный результат И Журнал который в детстве Выйдем на тот уровень Который как бы Мы хотели Взять Журнал который в детстве Читали все драгдилеры Может быть По моей информации Да Ну там очень много было информации Полезной для их работы Пардон Извините Ну как то так вдруг вспомнилось Надо дальше петь Что это будет Просто зимы Как всегда живой звук В программе живые Сегодня здесь адаптация Со своим новым альбомом Цинга Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, за что мы любим адаптации. Кстати, кстати, это я сейчас хочу обратиться к молодой части аудитории, к тем, кто, возможно, чего-то где-то недопонимает. Потому что надо, когда я сказал, что этот состав потрясающий, я, наверное, зря не упомянул. Может быть, музыкантам это не очень нравится, может быть, музыканты сейчас будут скромничать, но, тем не менее, я считаю, это важно. Вот Михаил Нефедов, например, барабанщик группы «Адаптация», 20 лет отработал в группе «Алиса». На секундочку, барабанщикам. Вот так вот 20 лет отдать Тащу Кинчеву, а потом, естественно, уйти в свое свободное плавание. Вадик Курылев, такой тихий, скромный, что говоришь? Потом адаптироваться. А потом адаптироваться, да. Тихий, скромный гитарист, который добивается от своего инструмента иной раз совершенно невозможных, невыносимых, в хорошем смысле, звуков. 16 лет группе «ДДТ» отдал. Кажется, да. Кажется, да. Кажется, да. 16 лет отдал группе «ДДТ». Единственное, чего я не знаю, я не знаю про Сергея, про бас-гитарист коллектива. Сколько лет, где отработал, в каких командах? Или адаптация первая такая, серьезная группа? Он в множество групп питерских играл в проектах и играет. Вернись назад. Подойди к микрофону и скажи. Да, я играл, играю. Сейчас, на данный момент, кроме адаптации, еще 7 групп у меня в Санкт-Петербурге, в которых я играю. Обалдеть. А что за группа? Совершенно разные группы. Крим-Скрим, например. Так. Такая группа. Играю в проекте Стаса Березовского. В двух даже проектах. Это бывший гитарист группы Сплин, который сейчас играет, Женя Любич. У нас с ним отдельный проект. Березовский оркестра. Так. Тоже во всю идут контакты. А что это за звук у нас, Паша? А, рокеры. Это байкеры к вам подъехали сейчас. А, байкеры подъехали. Ну вот, в общем-то, и играют. Понятно. Ну, то есть, как я понимаю, на сегодняшний день самая громкая группа, ну, самая такая известная, это адаптация. Естественно. Вот. Ну, хорошо. Когда-то, какое-то время спустя, какой-нибудь ведущий, помоложе, я к тому времени-то уже буду совсем пожилым человеком, скажет, ну, Сергей Буренков, 10, 15, не знаю, больше, я не хочу загадывать, лет отыграл в группе адаптации. Все говорят, вау. Вау. Будем надеяться. По-моему, да. По-моему, шансы есть. Привет из Славянска. Спасибо Ирмену и группе за творчество. Это отличнейший альбом. В день выхода переслушал несколько раз подряд. Звук на своем, как обычно, супер. Окончилось время стихов после песен с альбома. Будет? Сегодня нет. На концертах мы будем играть. На концертах? Я имел в виду новую песню. Да, я понимаю. Но завтра-то концерт, там она будет. Ее не будет, но будет другая новая песня, которая уже написана после альбома и которую играет именно этот состав. А сегодня ты ее не будешь? Нет. Что ж ты такой загадочный-то? Там будет это, там это и не будет. Сегодня мы эту петь не станем. Так-так интереснее. Да почему операция? Почему «ы»? Как там? Чтобы никто не догадался. Во. Я, кажется, вспомнил полную цитату, как это звучало. Так. Где-то был тоже любопытный вопрос, но я ее, кажется, потерял. А, привет из Воронежа, спасибо за отличный концерт. Приезжайте еще, как в составе адаптации, так и со смежными проектами Станислав Каширский. Видишь? И Воронеж помнит. Конечно помнит. Это нет, значит, хорошо прошло все. Хорошо прошло. И в Воронеже тоже хорошо. Это к тому, что ты сказал, что в Белгороде самый был лучший концерт. А вот воронежцы могут, наверное, с этим особо и не согласиться. Так. Адаптация была в Актюбинском рок-клубе, если я не ошибаюсь. Там много достойных было музыкантов. Давай вот тут, наверное, спрашивал просто про казахстанские группы. Мы никогда не были в Актюбинском рок-клубе. У нас называлась наша компания Актюбинский панк-клуб, а к Актюбинским рокерам, которые позиционировались а рокеры, мы отношения не имели. У нас была небольшая компания, человек 10, это было там 6 или 7 групп. То есть если я там пел в адаптации, то в какой-нибудь группе я играл на барабанах, в другой группе на басу. Когда мы первый раз приехали играть в Москву в 96-м году, у нас приехало 5 человек, 3 группы. Все нормально. Круто. Это очень круто. Это весь казахстанский рок-н-ролл, собственно, вот он в лице Ермена Анти. Да, кстати, тут народ вспомнил, кто-то пишет, Курлев вроде бы и сам неплохо поет. Да, более чем неплохо в группе электрические. Вадик и на концертах хорошо поет. Просто что-то мы забыли микрофон поставить сегодня. Так давай поставим в паузе что-то. Сегодня не надо. Не надо, давайте. Чтобы так интереснее. А да, а почему «ы»? Ну да, чтобы никто не догадался. Я уже понял теперь. Да, «Электропартизаны» тоже в ротации своего радио, между прочим. Так ты не знал? Сейчас сделаешь вид, что-то... Я догадывался. Он догадывался. Подозревал. Он не знал. Так, Ермен, спасибо за отличный целостный альбом. Спасибо, что собрал отличный состав группы. Вопрос такой. Не собираетесь ли вы в Сибирь? Ну, в смысле, с поездки. В Сибирь. Вообще завод или полная тишина? Данила Харченко спрашивает. Осенью, надеюсь, поедем. А, то есть есть планы? Да, конечно. На Сибирь тоже. Привет из Оренбурга. Ермен, вы участвуете в оформлении своих пластинок? Какие литературные предпочтения у вас есть? Про литературу давайте не будем, а про оформление пластинок, да, участвую, конечно. Тут, кстати, что касается пластинок. Боже мой. Вот что я искал, да забыл. Просто убежал в сообщении. Человек выложил такая, я так говорю, милая фотография. Десять альбомов группы «Адаптация». На одной фотографии, причем на простыне с лебедями. Голубая простынь, на ней изображение лебедей летящих. Вот, да? Я не вру. И десять альбомов группы «Адаптация» выложены один к одному. Очень красиво. Нет, десять, восемь, одиннадцать, пардон. Одиннадцать альбомов выложены Вадик Кашин. Человек, который, видимо, собирает все, что может из твоего творчества. И пишет при этом «Адаптация». Отличное издание дисков. А винил будет просто мега супер, я уверен. Да, но это надо не только нам спасибо, но и издательству «Выргород» сказать, которые очень трепетно относятся к выпуску компакт-дисков. У них красивое оформление, буклеты. Они очень как бы этим дорожат и стараются продолжать в том же духе. Да, даем Бог здоровья. Конечно. Даем Бог здоровья. Давайте петь будем дальше. Что это будет? Это будет песня, которая находится в данный момент в ротации своего радио. Весит от рейв. Эта песня пока идет в премьерах, но она останется, само собой, в ротации, безусловно. Поехали? Давай. Поехали. Уток в проводах, а в мере электричества так уж устроен звуки гитар. Холод эфира и рушимость наших границ. Роскошь комфорта, небезопасность, тёртый до дыр. Затасканный сибер-классики, жанр, без перспектив. Падают цены на рынке, люди, ты всё летишь. И под тобой дома, и люди, сколько ещё. Будет мутиться холодный век и русский шансон. Вера в топ-соби, так каждый вечер время пришло. Хватит считать зажившие раны, нам повезло. Сразу по-крупному и без опада белый билет. Пропуск сокровищем вечного ада, вечный дедлайн. И прошу уже ничего не надо. Падает снег, он растает без отъяснений. Каменный век, запах пещеры под земелью. Тлеет трава, плечи готовы осилить ношу. Песня моя может кусаться и горчить рожу. Это на всех, общая камера под наблюдением. Это не грех, каждый второй под подозрением. Что нам терять? Коли долги не по карману взять и уйти. Сладкий покой, дешёвый нирван. Не опоздать, не оглянуться и не заметить. Сзади проспать, час, когда вырастут новые дети. Слышишь шаги? Кто-то крадётся и дышит в спину. Пуля в песок. Так иногда поступаем в мужчины. Вещие рвы, нас не затянет трясина. Хватит весны, свобода невыносима. Вот моя плоть, ты можешь придумать пепел ночью во сне. Снова увидеть север, гнать на пролом. По бездорожью столпотворений слышится гром. Галлюцинации от повторений нет никому. Ни до кого никакого дела, все как один. Ляжем как сеть в борьбе за это раненый мир. Нам больше уже ничего не надо чувствовать ритм. И ещё немного себя солдатам. Ведь этот рейв был обречён к утру заскнуться. Они погрещат, и как всегда разойдутся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, я же говорю, сложный был выбор для меня. 46-47, это короткий номер для СМС-квашек. Сначала свои пишите, затем делаете пробел. Ну а после уже пишите всё, что хотели бы адресовать коллективу. Первый раз услышал на концерте ГО. Ребята играли на разогреве. Тогда не очень понравилось, а с годами распробовал. Ребятам удачного тура и больших новых альбомов, пишет Андрей. Играли на разогреве у гражданки, я так понимаю, да? Да. Ну расскажи, как это было, в каком году? Это было пару раз, я уж не помню, года. Один раз в кинотеатре Эльбрус, другой раз в ДК Горбунова. И вот в кинотеатре Эльбрус было интереснее. Почему? Там концертер такой, я понял, что был разовый. Когда мы туда пришли, уборщица этого кинотеатра мыла полы перед сценой. Она думала, что это будет какой-то такой обычный концерт. Когда концерт закончился, половина зала была убита просто. То есть зала как такового. Я понял, что это такая разовая акция, которую там проводил авангард красной молодежи, Сергей Удальцов. То есть люди приходят, договариваются, говорят, мы хотим провести концерт группы из Сибири. Платят аренду, играют в концерт и больше туда не приходят. Да потому что зал вынесли весь. Понятно. Мы тоже такое часто практиковали в 90-е годы в Октябрьске. А уборщица тоже, видимо, новенькая была. У меня там была бабушка такая, но она такого не видела никогда. Игра новенькая, она впервые, возможно, пришла работать в такое место, где такое происходит. Ну вот человек, видишь, помнит о том, что это было. И помнит даже, перед какой группой это происходило. Здравствуйте, живы. Ермен, как возникла идея с детским хором в песне «Империя наносит ответный удар» и с привлечением к записи Сергея Летова? Спасибо адаптации за новый альбом. С уважением, Юля. Сергею Летовым давно хотелось сыграть. И все не предоставлялось удобного случая. Но вот на этом альбоме мы уж решили точно договорились. Сергею спасибо большое. Он откликнулся. Я, зная его манеру игры, то есть я видел в «Гражданской обороне», как он играл и в разных других проектах, я понимал, что высылать песни ему бессмысленно. То есть человек импровизирует, играет такой авангардный фриджаз, поэтому в процессе записи мы решили обойтись образами. То есть на песню Ценгая просил играть его, изображать крик бешеных слонов. На песню «Не стану своим» попросил Дат Шостаковича. Где-то попросил сыграть что-то религиозное, и все получилось. То есть буквально за пару часов мы записали. Он сыграл больше песен, но мы в двух оставили. А с детским хором идея, как бы, пришла песня «Империя», она написана была еще в 12-м году, мы ее играли. Это вообще никто не понимал, о чем она, как бы, всем казалась какая-то, ну так. То есть ты заглянул вперед? Что-что-то непонятное, да. А вдруг в процессе записи и всех этих событий, которые происходят, песня стала не то что очертания принимать, она стала там цемент превращаться какой-то, и слишком могла бы быть жесткой. И поэтому, чтобы ее немножко разрядить и сделать какую-то, в ней оставить надежду какую-то в конце, мы решили записать детский хор, что наш звукорежиссер и проделал. Но там были еще и наши голоса с Вадимом. А в процессе сведения мы поняли, что наши голоса уже там не нужны. А что за хор? Ну там дети взрослые, маленькие. Маленькие. Совсем-совсем. Ну лет 10, наверное. Ну вот. Они первый раз пришли в студию, им очень понравилось, они от души очень спели. Потому что им сильно понравилось, или потому что им в студии в первый раз были. Вот человек пишет, что это было в Горбушке в седьмом году. Ну вот тот концерт, который он имел в виду на разогреве ОГО, ты же сказал, что их два было. Вот он как раз был в Горбушке на том концерте. В седьмом году это происходило. Так. Максим Зверев спрашивает. Можно вопрос? Было ли такое, что хотелось прекратить существование группы? Или не было? И как вы ушли от этой идеи, если она вдруг была? С уважением, ваш слушатель из города Домодедово. Не знаю. Наверное, были какие-то там моменты иногда, когда хотелось не то, что заняться другим, а прекратить заниматься вот этим. Но как бы в адаптации за 23 года переиграло очень много людей. Были какие-то составы, которые... Все разные люди переиграли. Были какие-то составы, которые по прошествии нескольких лет уже не то, что энергетически себя не представляли. Люди не хотели друг с другом общаться. Такое часто бывает. То есть люди 2-3 года вместе находятся, плотно общаются, что-то делают. А потом у них не то, что пропадает интерес друг к другу. Были такие моменты. Ну а так, чтобы перестать играть, как бы, нет. Я с детства мечтал петь и играть рок-н-ролл. Уже занимаюсь этим четвертью века. Ну и про них делаешь? И правильно делаешь. Тут, кстати, кто-то поправочку вносит. Дескать, во втором году это было в Эльбрусе, кинотеатре. А в пятом это была Горбушка. Смотри, люди больше знают и больше помнят, чем те, кто, собственно, принимал участие в процессе. А я перестал уже все это... Правильно. Смысла нет. Я тоже. Мне тоже как-то говорят, что в таком-то году было то-то, в таком-то... Ну и касательно того, что я делал. Я открываю круглые глаза и говорю, да? Боже, чтобы я об этом еще помнил. 46-47. Это короткий номер для СМС. К ваших сначала пишите свои, потом делаете пробел, а дальше уже ваше сообщение. Префикс «свои» обязателен, иначе сообщение уйдет в другую сторону. До нас не доберется. Было бы нехорошо и жалко очень потерять его. Так, тут еще были «Я превращаюсь в цемент», «Я превращаюсь в цемент». Цитаты пошли уже от наших слушателей. Надо, наверное, вот что сделать. Надо было еще что-то спеть, после чего, естественно, посмотрим, сколько там времени останется. Нам надо будет уйти на паузу. В любом случае. Что это будет за песня? Следующая песня «Вся мощь и бессилие». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня адаптация. Их новый альбом «Цинга». «Живые звуки» в программе «Живые» здесь сегодня адаптация. Альбом «Живые звуки» здесь сегодня адаптация. Ну, не так уж и много осталось, на порезанной скатерте дней. Кружевами наростов сугробы согревались своих сыновей. Время метило всех нет разбору, наши рыбы бросались на лёд. Выходя из очередного забоя, ты строил планы на пять лет вперёд. Вся мощь и бессилие моего поколения. Вся мощь и бессилие моего отражения. Вся мощь и бессилье моего состояния Ненасыпного голода, бесполезного знания Пограничного голода, гробового молчания Это варвары лезут к нам с юга, это тают на севере льды Я спокоен, как статуя Будды Перед тем, как Талит скомандовал средств столкновения цивилизации Мы наследники всей этой лжи, безработные из резервации Ждут момента взять в руки наши Вся мощь и бессилье моего поколения Вся мощь и бессилье моего отражения Вся мощь и бессилье противостояния Будут жертвы насилия и плохого питания Будет идеология и казённые здания Благолазь никогда не наступит Строит тюрьмы правящий класс На танцполах вылезли в притонах Снова модик латищенский шаг Ничего не проходит бесследно Мы заложники этой зимы Вечно зелёная ретро И чёрно-белые сны Вся мощь и бессилье моего поколения Вся мощь и бессилье моего отражения Вся мощь и бессилье разочарование Мы держали на красный цвет Расширяя сознание Оставляя кровавый след и воспоминания Нас не так уж и много осталось На порезанной скаферте дней Нас не так уж и много осталось Нас не так уж и много осталось На порезанной скаферте дней Нас не так уж и много осталось Ну, что касается бессилия, поколения, у нас есть еще буквально три минутки до конца этого часа. Давай мы их посвятим вдруг неожиданно серьезной теме. Что твое поколение? Оно так бессильно? Оно просрало практически все. Да как это? Да вот так вот. Ну, как это? То есть то, что сейчас происходит, это следствие того, что мое поколение, то есть в 70-х годах мы ничего не сделали для того, чтобы изменить. Если в 60-х годах люди в Америке боролись против войны во Вьетнаме, имели какую-то гражданскую позицию, то мое поколение, к сожалению, было куплено, можно сказать, еще поколением Пепси, телевизорами и всем этим потребительским образом жизни. Ну, это же страшная штука. Это твое поколение? Да, конечно. А ты какого года рождения? Я 74-го. Я имею в виду поколение 70-х годов. То есть те, кого Пелевин называл, Generation P. А, ну да, Пелевин об этом уже как-то написал. Пелевин об этом тоже писал. Это да. Это правда. Но ты знаешь, тут не то, чтобы спорить буду с тобой, а я выдвину аргумент против того, что ты сказал. Дело в том, что твое поколение и мое поколение, я чуть раньше, ну, чутка, на 7 лет. Ну, это, в принципе, не считается. Поколение считается 15 лет, по-моему. Полпоколение я от тебя раньше. Так вот, люди, которые жили в том периоде, вот имею в виду, мы о политике вообще не говорим в программе, поэтому я буду вежливо. Люди, которые жили в том периоде, когда вот я был подрастающим еще, они жили в состоянии закрытости абсолютной, как в бочке. Знаешь, как диоген, у которого нет выхода из бочек, нет возможности, вообще ничего нет. Слушали закрытые голоса, так сказать, запрещенные радиостанции, чтобы как-то понимать, что там где-то происходит. А потом, когда товарищ Ельцин сказал, нате вам свободу, несите сколько хотите. Вот сколько унесете, столько и будет. Вот тут-то это поколение, оно ведь не виновата в этом. Ты говоришь, просрали. Извини меня, так любое поколение просрало бы. Когда ты жил все время в закрытом пространстве, а тут на тебя куриные ножки, пепсиколы, о которых ты мечтать не мог. Вот тебе и джинсы с нормальными лейблами, которых ты, в принципе, когда-то, я помню, как мы это покупали. Боже мой, это же целая детективная история. Понятно, что растеряешься. Понятно, что человек просто встал перед выбором. Это как-то Роман Романов был такой замечательный цыганский гитарист, цыганский музыкант. Хороший друг, мама моя. Вот они, когда с женой уезжали в Штаты, эмигрировали, это был конец 70-х годов. И вот он оттуда написал одно из первых писем матери. Люся пишет. «Ты не представляешь себе, что такое проблема выбора. Я зашел в магазин, и передо мной 48 сортов сыра. И еще столько же колбасы. Я как баран стою, смотрю на это. И думаю, как же я из этого всего выберусь сегодня?» То есть, естественно, что человек, получивший возможности, вдруг неожиданно для себя, он растерялся. Это растерянное поколение, скажу так, в оправдании этого поколения. Поколение ничуть не хуже. Ты, извини меня, ты сам человек этого поколения. Ты прекрасен в своем творчестве. Ты открыт, честен. Как это? Извини меня. И таких людей, в общем, достаточное количество. Но просто время такое было. Такой был переходный трудный период восприятия, чисто психологически. Поэтому не гневи судьбу. У вас прекрасная... Я не гневлю, я просто хочу сказать, что счастье не в психоле. Это чистая правда. Это чистая правда. Но поколение ничуть не хуже, чем все остальные. Правда, обстоятельства разные, не всегда дающие вопрос. А я же не только про бессилие, а про мощь. Да дайте я Бог здоровья. Я же хотел поправить тебя в бессилии, а с мощью мы уже разобрались. Надо прерваться совсем ненадолго. После чего, естественно, продолжим. Ну что ж, давайте продолжим. Пауза закончилась. И напомню, сегодня в программе «Живые» на своем радио группа «Адаптация» со своим новым альбомом «Цинга». Здесь есть сообщение, после которого я попрошу вас сыграть что-нибудь еще, потому что пауза была, и хотелось бы вашей музыки побольше. Вот Сергей Малявин чего написал. «Приветствую. Познакомился с «Адаптацией» благодаря ротации на своем радио и программе «Бронемира». Ермен был в гостях в «Цветах пустыни». Кажется, группа равна по уровню, в кавычках, «монстрам русского рока». Термин этот я страшно не люблю. Ермен тоже. Какие же монстры? Нет, не монстры, я про русский рок. А монстры, да, я смотрю на вас. Монстры, конечно. Вот только так я и не понял, почему все, в том числе и «Бронемир», называют их панками. Лично я ничего подобного не вижу. Всем же успехом в панке можно было бы записать большинство рокеров, а оставшуюся часть тогда записать в попсу. Что ты ответишь на это? Ну так повелось. Мы это начинали как панк-группа. Это однозначно. Когда мне там было 17-19 лет. Ну когда не умеют играть музыканты, называют себя панками. Нет, почему? Нет. Мы умели играть. Да ладно. Ну так, как сейчас? Не так, как сейчас. Чуть похуже. Вот, а то мы есть. Просто я ходил с ирокезом в булавках, с нашивками, с пистол, с эксплойта. Да, я тогда был панком. Сейчас мы, мне кажется, все больше к прогрессивному року отходим. Ай, все заржали почему-то. А почему все... Почему Курилев ржут? Долго рассказывать. Ладно, тогда если долго не будем. В общем, панки, не панки. Главное, хорошая музыка. Во всем остальном, мне кажется, все эти брендики, все эти названия, все эти примочки, которые касаются группы, имеют в виду жанров и стилей, журналисты придумывают. Музыканты играют музыку. Какая будет следующая песня? Не стану своим. Песня о месте человека в этой жизни. Плохо, конечно, на своем радио не быть своим, но это я так от себя. Как всегда живой звук... Каламбор. Как всегда живой звук в программе. Живые здесь сегодня адаптация. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА